Скраб Чаптер Королевы Виктории фиксированы пополнения на 5 пауэрпоинтов в каждом туре. То есть 5 пауэрпоинтов это что может быть? Но в целом в кодексе есть варианты. Рапторы и варпталоны, например, стоят как раз 5 пауэрпоинтов. Но если на варпталонов у нас миник в принципе нет, то на рапторов можно попытаться найти. Однако у нас есть еще лайфхак. В прошлый раз у нас были 2 трубсы, это обычные хаситы и на 3 пауэрпоинта мы взяли культистов. И по сути в следующей партии мы можем оставить что-то одно, либо культистов, либо хсм. Соответственно у нас не 5 очков уже, а либо 8, либо 9. И вот это уже поинтереснее вариантик. Я и так прикладывался и сяк прикладывался, но потом посмотрел, что на полке валяется куча каких-то разобранных байков и такой, а сколько байки стоят? И вы не поверите, обнаружилось, что 6 байков стоят ровно 8 пауэрпоинтов. Правда они конечно все в ужаснейшем состоянии, вы видите на своих экранах там, некоторые просто даже не собраны. И играть мы таким естественно сейчас не будем. Но у нас есть парни на подмену. Так уж удачно сложилось, что я собирал хсм достаточно давно и 6 байкеров у меня в коллекции найдется. И тут я думаю нужно сделать небольшую звездочку пояснения, а то потом люди ко мне придут и скажут. Спейс, ну ты же сказал, что вся армия, которую мы будем собирать, потом достанется одному из подписчиков. Все так, но это не будет касаться подменчиков. Ну то есть к следующей партии скорее всего мы уже эти 6 байков соберем и покрасим. И они будут в ростере полноценно. Но сейчас их заменяют мои модельки, которые останутся у меня. А у вас, если вам достанется эта армия, будут модельки, которые будут собраны из тех миник, которые прислали подписчики. Ладно, давайте без дальнейших и лишних разглаговствений посмотрим на мой ростер. Это корсары. Могут пока что чарджиться после адванса. Их ведет замечательный нефилим лорд на байке с реликовой комбимельтой. И у него плюс вон да 6 фнп, он же нурглит, мать его. А на его клавсе второй дамаг за прокачку. Его спрождают 5 обычных тактиклов. У них плазмопистолет, пауэрсворд и хэви болтер. 5 посестов, без всего, они не могут ничего взять. И наше новое в этом туре пополнение. Это 6 байкеров, 2 мельты, комбимельта, кулак. Чуть не забыл хелбрута. Хелбрут в какой-то странной закачке с плазмокэноном, кулаком и огнеметом. И, к моему сожалению, вторую партию подряд нам достаются тысячники. Тинчих разбери. Здесь Игорь Ианн, мы с ним сражаемся как демона за 3 экспириенс поинта. Что мы имеем? Экзалтед 40 на диске, обычный посох, пистолет, огнемет. Релик Хаос оф Монат, это возможность после смерти встать с Д3 вундами. Варлор Трейд, Сикер оф Зе Шэдоус, каст на трех кубах и плюс один кабалпоинт. Прокачка, смайт не в ближайшего. Две пачки спавнов, одна 4 человека, вторая 2, хелбрут, мультимельта, кулак, огнемет. Пачка из пяти терминаторов, роторка, ракеты, маг знает заклинание поднять силу и плюс одна атака. Я, конечно, ни на что не намекаю, но как так складывается, что у каждого тысячника, которого я встречаю, первым делом прокачка на смайт не в ближайшем? Неужели у них у всех после первой партии вот на противника именно эта прокачка приходит? Вопрос, как говорится, риторический. И еще один момент, который я заметил только сейчас. Скажите мне, пожалуйста, где вот в этом ростере трупса? Какой именно юнит в этом детаче занимает этот слот? Складывается такое ощущение, что тысячники в Крюседе замахнулись на лавры Эльдар. Да, партия еще не началась, а уже столько вопросов. Миссия у нас Sweep and Clear. Странная вот зеленая полоска посередине, она только для того, чтобы расставить две точки. У нас по одной точке в каждом диплое и две вот на этой зоне. Мы боремся за обладание, ну там типа скорить свою, скорить чужую и скорить больше, чем оппонент. Вот наш поле боя, посерединке у нас как раз это зона, точка раз, точка два. Моя точка здесь, у Игоря точка, вот она. Терминаторы и Сорг сидят, собственно, в этой руинке. У меня тактичка с Хэви Болтером здесь и по Сэстике здесь. Отделение первого хода. Бем, ничего себе. Ход я Игорю отдал по понятным причинам, ну его не видно. Пусть выйдет, может быть мы в кого-нибудь постреляем. Пас движения, тыщников. На 6 дюймов термосы выходят. Мак на 12 дюймов может подвигаться. Точечку держит. Обмаз делает. И выходит брутик из-за резервов. Ну да, чтобы вот так не ходить, я и передал ход. И, кстати, насчет нашего символа в этом ролике. Будьте внимательны, это единичка. Первый ход к скрэп-чаптеру. Эти пока остаются, просто вскорят точку. А вот по Сэстике выбегают из руиночки и двигаются вот сюда. Им как бы хорошо пока что. Но главное это освободить поле. Главное это то, что с нашей стороны выезжают наши резервы на 9 дюймов. Это байкеры. Заодно и нашим лордом тоже выехали. Ну да, поймали. Мой ход тоже не лучше. Потому что тысячники прокрадывают за руинки. И мы тоже пострелять ни в кого не можем. Второй ход тысячники в команд фазу у них за ту точку, в которой стоит маг и терминаторы 5 очков. И кпшка за то, что бездушные. Мув фаза. Мув фаза. Смещается брус на 6. Как ни странно, он все-таки через лес и увидит парней. Но что поделать. 24 есть. 24 есть. Америл терминаторы. Терминаторы на 5 дюймов свои жесткие. На 5 дюймов подвигаются. Вот так вот в сторону. На 12. Подвигался маг. Он так вот бежит с самими парнями. Раз. Вот здесь спавны выходят на точку. Две штучки. Поскорить за магом. И 4 точечки вот тут выходят. Поползают. В пси-фазу маг решил поменять свой гейз оф фейт на 2й мув. Ну, типа варс. 2й, 2й, ну вар тайм. Вар тайм. Вар тайм. Вон. Есть. Есть. Еще 5 дюймов проходит. И начинает уже смотреть здесь на всех, на кого хотят. Смага думболт в байкера. Сложность. 6. Смог. Три дырки. Три марталки. Один байкер отъехал. Это старые байкеры по 2 раны. И один в раночке. И за кабалпоинт, естественно, до 3 дополнительных марталки. Еще 2. Еще один байкер удаляется. И раночка перекидывается на следующего. Еще кпшка потрачено, чтобы еще по кастить. Смать, само собой. Пятая сложность. Есть. Три. Одна. Дожали от этого паренька в одной рамке. Из командира терминаторов на себя же обмаз кастим. Сила там. Сложность 6. Бинг. Кубик у нас один коктейль. Давай. Легко. О. Надо тратить эти кпшки, чтобы игнорировать или реролить. По реролям. По реролям, да, логично. На 2 кола. Вот они. Нет, это не они, обмазались пареньки. Фазу стрельбы открывает хеллбрут, который хочет из мультимельты попасть в посестов. Шты плюс попасть. Попал оба раза. Поплюс пробить. Да, пробил. 2 штык инвеля, потому что affliction. Ни одного дамага. Бейм. Умер. Умер. Было 5 посестов. Осталось 3 посеста. Терминаторы из всего, из риперки, из ракет и болтеров, байкеров. Комбики с трех с ролом копеек. Робить с пяти. Пятые арморы. Ух. Минус байкер. Ракет пошли. С трех попасть. Ух. Прироллим кол на кол. Нет, попала одна. С трех. Это не оно. Не оно. И роторка туда же. С трех попасть. Рольчик. С трех. Шестые. Ни одного. И у нас остался один байкер. В псифазу посесты убегать не могут. У них восьмой. Ну, не могут убежать. Неправильно я сказал. А здесь легко могут убежать, поэтому потратили 2 кп. Ну, типа мель, то сохранили. И, может быть, убьет терминатора. Не сомневаюсь в этом. Но мое отношение к механике марталок вы уже знаете. Поэтому повторяться не буду. Второй ход скраб-чаптера. Пять очков за точку. Одно кп за то, что не знаю что. Мув фаза. Тут у нас особых вариантов нет. Просто посесты идут поближе к противнику. И байкеры наши тоже едут поближе к противнику. Вот так вот как-то. И из резервов выходит аккуратненько наш замечательный хеллоброд. Который вообще не хочет встречаться с тем. Он его на ноль подделит только так. Шутинг фаза. Начинаем со стрельбы этого парня. Тут же включает минус дамаг на своих парнях за стратегемку. Мельта попасть. Естественно не попал. Рерол за то, что лорд рядом попала. Прорабить. Прорабила. Штайнвуль. Это не он. Дамага. Да. Пожалуй один термосок. Один отъехал. От нас убежали. С болтера. Четырех. Один. Два плюс. Это он. Далее стреляет наш нефилим из своей корсарской комби мельты. Из всех частей и из болтеров на байке. Мельт с трех попасть попала. Пробить с... Естественно конечно же. Почему бы нет? Давайте приролим за КП на кол. Нет. Смотри что пробили. Шестой сейф. Не он. Дамаг. Три. Бля. Теперь ее болтерная часть. С трех попасть. О смотрите как. За себя рерольчик один есть. С трех пробить. Три. А вторые потому что лыс даст ничем. Два плюс болтер на байке. Все попал. Пробить так же с четырех два. Капелюшечки. Это не они. И плазма кэнон туда пытается что-нибудь навалить. Количество выстрелов три. Попасть с трех. Попали. Пробить с двух. Пробили. Пятые сейвы. И он вообще легко просто. Дамаг второй. Ну а первый сейчас по стратегии. Просто один паренек в двух ранках остался. Ничего себе. Открываем фазу чертжей. С пассестов. В которых сразу включается овервотч. Болтеры с шести. Два. Рольчик. Четырый плюс пробить. Один. Четвертый сейв. Это он. Рокетс. Поплюс пробить. Четвертый сейв. Это он. Роторка с шести. Также по одному попадает минимум. Бинг. Не пробили. Шестой чардж мув. Угу. Ровненько. Не бежим. Почему шестой? Потому что мы хотим вот так вот обнять того красавчика. Тоже. Ну. Этот байкер. Не то чтобы важно. Проехал. Бинг. Встал. И второй байкер. Не то чтобы важно. Тоже проехал. Встал. Мы пришли к пацанам. Начинаем с нашего лорда. Шесть атак к ловсой. Может что-нибудь попасть? Смотри к чё. Два жёстких кала. Но мы всё ещё в старом кодексе. Это иногда нам помогает. Четыре плюс. С полным реролом. Трунч. Четвёртый сейв. Смотри. Чё хорош. Короче добили одного и один в раночке остался. Мирик вот этот умер. И в раночке. Видимо осталась пушка. Байкерочек кулачком туда же. Четыре плюс попасть. Мы попали один раз. Пробить на два плюс. Пятый сейв. Это не он. И остался глава отряда только. Пасэсты бьют в мага. Д3 атак кол. О, две. Ух. Плюс одна за чаш. Три плюс попасть. Я смотрю как всегда. Деф-то-дефолт с эмпера. Это не то чтобы наше правило. Рабочее. И приролили только одну. С трёх плюс пробить. Смотри-ка чё. Неплохо. Даже пробили пять. Пять плюс сейв. Смотри-ка чё. Вообще пофигу дым. Ну раз такое дело. У нас остались как бы и те и те юниты. За три кпшки. Пасэст. Активируем. Бить бессмысленно в мага. От терминаторов. Потому что он во втором арморе в трёх ранах. А тот в третьем арморе в трёх ранах. Поэтому бьём в него же. Шестёрка. С трёх попасть. Ну-ка шестёрка. Сухо. Да что ж такое просто. Смотрите. Какое говнище нам летит. Пять колов. Которые обратились в кол. Двойку. И одна хотя бы шестёрка. Так ещё и пробить с трёх надо. Это же очень сложно. Смотрите-ка чё. У нас четыре. Всё ещё пятые. О, теперь ни одного. Смотри-ка чё. Отъехал. Но терминатор отвечает в посестов. Три плюс попасть. Пробить два с двух. Всё там. Четвёртые. Понятно, что не они. На третий раз. Есть труп. На третий два. Нет трупа. Давайте от него освободимся. Раз такое дело. Возвращение мага. В раночке встал. Рядышком в дюме от нас. Вот так вот. И каюсь. Я про этот воскрешающий артефакт вспомнил только когда, собственно, убил мага. И такой, а подожди, он же сейчас встанет. Чёрт. Это, конечно, было моей ошибкой. Потому что нужно было пытаться добить терминатора. Я сейчас по футажам посмотрел. И как раз бы он провалил эти свои четвёртые арморы. Умер бы. И в результате получилось, что я ни этих не убил, ни этого. И сейчас меня там марталками разберут. Ну, в принципе, всё, что туда приехало, оно сейчас быстро закончится. Третьих от тысячников. Они получают 1кп за что-то красавцы. И получают 10 очков за одну свою точку. Простите, мы говорили 5. Нет, за каждую точку 10. Эту мы тут дискорим. Подвинутся сюда. Сидят на точке. Скурят. Холмрут на 6 дюймов сюда. Поверегаются поближе к всей этой заварушке. Сюда вот так вот встанет. Ног перевернулся. Чтобы в 6 быть раздавать рерольчики. Хорошо. Вспавные. Спасибо. Вперёд. Разбирать вот это всё. Великолепие. Псифаза. Терминатор. Поднимает своего товарища. Легко. Парень с роторой возвращается к нам. И, соответственно, он с лордом обязан. Маг. Думболт. В лорда. Пеньк. Да. 4 фэнпэшечки. Ни одной. 4 вунды осталось. Д3 дополнительных мартала. 2. 2 шестых фэнпэ. Ни одного. Осталось 2 ранки. Смайт. Не ближайшего. Можно раз за игру. То есть туда же. Беньк. Получился. Д3. Один. Смотрите-ка, что пытается. Но его сохранить парня. Естественно, фэнпэ ни разу не сработало. Но в одной ранке мы остались. Шутинг фаза. Из пистолет огнемета. Фаза стиков. Д6 выстрелов один. Пробить с пяти. Это не ально. Теперь мультимельтед. Ударе. Беньк. Ой. Рерол командный. Есть. Во плюс. Есть. Что инвалид? Нет. И у нас вот парень там в одной ранке. Пем. Вспавные. Чарджет байкера. И пассест последнего. Ну, что-то там кинули. Для виду. Ну, как они так и дойдут. Там два. Я не думаю, что там три. Дюйма. Да. Дошли. Они пытались. Пытались не дойти. Но дошли. Начинаем. Со спавнов. Мутация. Д третья. Вторая. Три. Д три атак. Пока, моим пацанам. Ну-ка. Смотрим. Давайте. Три кола. И мы такие. Ладно. Можно жить. Это не колы. Короче. Два. Два. И три. По семь атак с каждого. Сначала в байкера. Попасть. С четырех. Пинк. С четырех. Пробить. Пятые. И он умер. Второй дамаг. Пророщает парня. И он сразу с любого провалена сейва в мясо. То же самое в пассейстик одинокого. Четыре плюс попасть. С трех пробить. Вот там двоечку природить. То, что было важно. Ну, еще все. Пятые. Тоже ожидаемо сдох. Последний шанс нашему ларду что-то сделать против двух пацанов. Но. Пять атак. Два плюс. О-о-о. Смотри, что. Два плюс. Их, шестерки. Откуда они? Четыре плюс. С полным реролл. Так. Нормальненько, кстати. Четвертые сейвы. Вообще ничего не сделал. Все. Откидано. Раночка. Ответные атаки сначала с палочки нашего ларда. Бинк. Три плюс. Все попали. С трех пробить. Ничего. Ти. Так. Теперь хапеш с этого паренька. Три атаки, да? За этого другого. Рольчик. Попали. Три. О. Один. Что ж, друзья. Пятый инвулец. Что нам пошлет Нургл? Хрена лысого. Шты. ФНП. Нет. К сожалению. Наш лорд отъехал. Хотя шансы были. Пытался противник нас пожалеть. Промахиваясь все подряд. Воу. Мы можем как-то взаимодействовать с оппонентом в его пси-фазу. Кидая шестой ФНП. Вы скажете, ну, этого же мало. А я вам скажу, это больше, чем нихуя. Но в целом, как бы да. Наша атака ничего толком не сделала. То, что мы убили практически всех терминаторов. Но они отличатся за те ходы, что у них остались. Мага убили. Так он восстановился. И у нас шансов кого-то еще убить уже никаких. А у нас агенда на убийство. Наш третий ход. Получили очки за вот эту точку. И КПшку, чтобы куда-то ее потратить. Ну, собственно, у нас кидая. Мы можем FireFriends включить на нашего хеллбрута. И попробовать все-таки терминаторов дожать. Шансы невелики, но все же. 2 до 3 количество выстрелов. Что-нибудь попасть. Мы попали в себя, Морталка. И пробить. Пятый. Понятно. О, боже. Ничего себе. Мы не сделали ни черта. Да, возможно, оставлять то вооружение, с которым этот хеллбрут пришел, было не самой хорошей идеей. Но вам же нравится смотреть, как я мучаюсь. И я буду это продолжать делать. Четвертый ход. Тысячников КПшку получили. Получили 40 очков за то, что скорит точку и больше, чем оппонент. Мув фаза. Терминатор. Отходит вот сюда. Угу. Держит точку. То, чтобы он куда-то хочет. Идеть. Будет восстанавливать пацанов. Да. Спавные. Спавные муваются. Направляется вперед на свои жесткие 7. Вот так вот. Всех порвали. Молодцы. И лорд двигается, чтобы 6 дюймов быть. Порюшоль. Также хеллбрут выдвигается тоже вперед вдоль леска. Идет. Ну, хорошо. Пси фаза. Подвигать спавнов. Варп тайм. Седьмая сложность. Баник. Это не оно. Пори роллин. Команд рерол на 2 кола. Не 2 кола. А 6. Все еще не 7. Все еще не 7. Не подвигались. Поднять терминатора. Ну-ка. Тиньк. Да. Да. Поднялся терминатор. И еще опять вернули. С риперкой. Да. Вот такая вот динамичная партия у нас получается. Потому что спавные не смогли подвигаться даже с реролом. И собственно вступить в какую-либо схватку с моим дредноутом. А значит у него появляется... Нет. У него ни храни появляется. Потому что терминаторы убрались. А те, которые цели на него вышли, ему просто не хватит стыльбы, чтобы это все убить. Наш четвертый получили 10 очков за точку, кпшку, потому что грязные. Все наше движение это просто хэйболтером высунуться, чтобы увидеть тех замечательных джентльменов, которые когда-то были спейс-маринами и... Тиранидами. Да и тиранидами. Немножко их на ножучить. Собственно с хэйболтера и начинаем. 4 плюс попасть. Мужик вообще пробить. С четырех нет. Снова фаер-френзи на нашего дредноута. 2 до 3 выстрелов. Ой, это 5-3. Баньк. Что ж такое? Два попало. Пробить. С трех там, да, с трех. Одного паренька разорвало. Вот это просто эффективность. Чтобы у вас не возникало вопроса, почему я постоянно перекидываю какие-то кубики, которые вроде нормально лежат, мы просто договорились, что если хоть какой-то перепад высот есть, а там как бы база от руинки идет, то мы всегда реролим. Ну и да, дредноут, конечно, победитель. Целого спавна убил с двойной стрельбы. Ну и да, можно было идти вперед, стрелять еще из огнемета. Но тогда фаер-френзи на него нельзя сделать, потому что только настоящего дредноута это делается. Ну и вряд ли бы он спавнов убил, а вот его точно завалят терминаторы и маг. Пятый ход тысячников. КПшку получили, 20 очков получили. Идут в атаку на нашего Хилбрута вообще. Как боги. Ему даже ступать было нельзя, он хотел кидать на 3-3 атаки на 2 кубах. Лох. Плазма... Иван, спасибо тебе за плазму, Кэнон. Седьмой мув. В спавне бегут монстры. Сталось их меньше, но все равно хватит, чтобы этого парня разобрать в хламиду. Маг. Маг там что-то такое. Сейчас я пацанам помогу. Терминаторы на 5. Тоже хотят поучаствовать как-то в заварушке. Терминаторы снова пытаются поднять своего друга. КПшка всегда тратится на реролл. Не то, что помогает. Да. Не шмагно. Думболт с паренька в хелбрута пеннинг. Ну, а тут-то все нормально. 5 раночек... Нет, не 5, а 4 раночки осталось. Д-3 дополнительный бинник. Еще 3. Он остался в одной ранке. Смойтец. Тоже, туда же. Опять же. Ну, там, не важно. Даже стекол кинешь, все равно. Д-3. Ух, три. Бум. Зарваться. Взорвались. Там, не знаю. Не важно. Бим, убили. И на этом парте, видимо, все. Потому что, ну, там, что-то мы постреляем. Даже в этих все равно не убьем. Ты хочешь сказать, что, типа, я... Ну... Ладно. Давай. Окей, смотрите, Горян хочет, чтобы я пострелял в его пацана. Я даже два раза попаду и пробью ноль раз. Нет, смотрите, я два раза раз пробил. Минус вторые. Это что, пятые, что ли? Как бей они-то? Вот видите, смотрите, это жест такой, типа. Возьми, ладно, 2 XP. Иными словами, все поставленные перед нами задачи мы выполнили. А теперь давайте подведем итоги партии. Out of action test для единственной модели, которая погибла. Биньк, все нормально. По поводу опта. Эти двое получили просто за участие. Четверо набили двоих, но это не превысило. Просто одно получили. Хеллбрут получила одно за участие. Три за маркет фо грейтнос. Сейчас терминаторы, они получили за участие, набили один юнит. Плюс три за победу еще. Тоже можно маркет фо грейтнос сделать дополнительный, это им. И маг на убийство, одно за участие, два за агенду на костить. Но, что забавно, никого из них это не привело ни к каким левелапам. Так что давайте посмотрим на моих недоделков. У них от этого толк какой-то есть или нет. Покидаем out of action тесты для скрапчаптера. Биньк, кол, кол, кол. О! По сестике приехали. Д9 кидаем, получаем четвертый результат. Шелл шок, минус один к лидерству. И минус один к комбат, ну плюс один видимо. Комбат отришен тесту. Короче, убегают на 1-2 всегда. Распределение опыта, хеллбрут, участие плюс маркет фо грейтнос, потому что держался до последнего мужик. Этим всем просто по экспириенс поинту. И здесь, так как они набили больше всех, спасибо Игорю за это, наша тактичка получает дополнительные экспириенс поинты за риппер. И мы могли сюда, в принципе, вкачать маркет фо грейтнос, но тогда они левелапнутся. Но в этой партии они не сделали ровным счетом ничего, кроме в конце убили парня. И я не хочу сейчас сделать им выбор какой-то там, типа, какого-нибудь бесполезного батлтрита. Фиг с ними. Буду просто аккуратненько качать вот этого дальше паренька. Может быть, что-нибудь полезное ему выпадет. То есть, короче, тоже никакого нам левелапа. Ставим его на следующий тур, в котором нам прибавится еще 5 очков. И вот что это будет, черт его знает, сейчас я отдал на покраску как раз этих байкеров. И там, в принципе, у меня собраны рапторы. Успеют они покраситься? Не успеют, хрен его знает. Все, конечно, зависит от разных вещей. Вы к этому времени вряд ли что-то успеете прислать. Но тут, например, Антон уже зашевелился такой, слушай, давай я тебе что-нибудь напечатаю такое хитренькое. Я, естественно, согласился. И он спросил меня, что? Я подумал, что можно напечатать. И попросил напечатать что-то такое, что подписчики вряд ли пришлют. Но что это будет? Сюрприз даже для меня. Так что оставайтесь с нами, увидите, какие юниты будут присылать подписчики. И каким адом мы будем играть в дальнейшем. Помните также, что для получения этой армии, которую мы соберем, нужно собирать секретный код. И если вы этот ролик к концу промотали, то вам придется его пересмотреть. Где-то там в его глубине есть второй символ. И чтобы собрать все эти символы, вам придется посмотреть все ролики скраб-чаптера. Да, я понимаю, что от вас прошу. Но, сами понимаете, на кону целая собранная и покрашенная армия. А у меня на сегодня все. Берегите себя и свои Минки.